Добрый день, с вами Иван Захаров, и в сегодняшнем нашем выпуске я расскажу о бюджете доходов и расходов, о котором я упоминал несколькими сюжетами ранее. Для чего нужен бюджет доходов и расходов? Есть такое расхожее выражение, если вы не контролируете деньги, деньги контролируют вас. Итак, мы должны контролировать деньги. Через что контролируются деньги? Деньги контролируются через их учет, его можно назвать домашней бухгалтерией, домашней финансовой, как угодно, через разумное потребление и через программу финансовой свободы. Что такое финансовая свобода? Это то, когда вы постепенно копите деньги, инвестируете их и достигается та сумма капитала, которая позволяет вам жить на проценты от этого капитала, при этом сам капитал не тратится. То есть это наша конечная цель в области финансов. Финансовый учет или бюджет доходов и расходов, он ведется в программах специальных нефтитратки, об этом я расскажу в следующем выпуске. И содержит в себе следующие разделы, это доходная часть и затратная часть. В доходной части мы указываем все виды доходов, которые мы получаем. Например, заработная плата, премии. Если вы предприниматель и у вас несколько бизнесов, вы указываете доходы от этих бизнесов, чистую прибыль. Может быть вы получили от кого-то какие-то деньги, может быть вы временно взяли у кого-то деньги. Это все вы учитываете в доход, потом естественно вы в расход возвращаете деньги, когда ставите. Может быть проценты по кредитам, какие-то у вас индиционные инструменты есть, которые вам дают постоянный доход. Вы это все учитываете помесячно и бюджет считается на год. То есть еще раз, помесячно и на год. В затратной части мы выделяем три составляющих. Это постоянные затраты, например, продукты питания, обучение детей, ваше обучение, аренда, бензин, если у вас есть автомобиль, содержание автомобиля. То есть те затраты, от которых вы не можете отказаться, они у вас есть постоянно. Я не рекомендую делать глубокую аналитику затрат, то есть всего статей 20-30 больше не надо. То есть вы выделяете самые основные, ключевые. Другую часть затрат мы переносим в разовые затраты. Ну, например, покупка одежды, покупка какой-то техники, отпуск и так далее. Это то, что мы можем отложить без ущерба для себя. И третья составляющая, это даже не затраты, это инвестиции, но тем не менее деньги вы от себя убираете. Ну, например, вы их кладете на депозит, вы их отдаете по накопительному страхованию жизни, может быть вы покупаете какие-то акции, облигации и так далее. То есть что-то вы куда-то деньги вложили с целью преумножения. Это тоже вы от себя деньги отложили. Каким образом строится сам бюджет? Ну, то есть вы рассчитали в первую очередь доходную часть. И дальше вы примерно в первый месяц, вы предполагаете, если вы никогда не вели учет, вам достаточно тяжело будет определить, ну, примерно написали по статей, сколько у вас уходит на продукты, на квартиру и так далее. То есть заполнили обязательные затраты. Дальше у вас получится разница между доходной и расходной частью. Это те деньги, которые вы можете уже направлять на разовые затраты и на инвестиции. Обязательно проследите, чтобы минимум 10% у вас шло в накопительный фонд, о котором я рассказывал ранее. Оставшуюся часть вы можете уже либо копить дальше на какие-то другие необходимые крупные покупки, либо тратить на разовые какие-то приобретения. Как я уже говорил, там может быть одежда, какая-то техника, неважно. Дальше у вас остается сальдо. Желательно, чтобы у вас еще что-то оставалось после этих трат. Это те деньги, которые вы можете купить на какие-то крупные разовые действия. Например, поездка в отпуск. Каким образом мы действуем дальше? Вот вы сделали план, допустим, на февраль, на март, и в конце месяца надо подвести итоги. Каждый день вы заносите те затраты или те доходы, которые вы получили, в таблицу. Это может быть программа или таблица Excel. Мы об этом в следующем выпуске подробно поговорим. Заносите, и по концу месяца вам необходимо будет сделать анализ, где вы ошиблись или что пошло не так. Бюджет подразумевает, что вы в него должны уложиться, жить по бюджету, исполнять его. И вы смотрите, где у вас какие были ошибки, учитываете их и переделываете планы до конца года. Займет это, может быть, час-полтора. Это не так сложно, но очень важно. Есть статистика, которая говорит о том, что когда вы начинаете вести бюджет доходов и расходов, каков бы ни был уровень ваших доходов, вообще не имеет значения. Минимум процентов 5 вы можете уже начать сэкономить за счет того, что вы анализируете, смотрите глазами, ваш мозг принимает решение, что от чего можно отказаться. То есть экономить, значит оставить деньги, у себя, значит заработать. Максимума здесь нет, но в среднем где-то 15-20% ежемесячных ваших затрат вы можете сэкономить без ущерба для своего бюджета. По году, посчитайте сами, это большая сумма денег, а за несколько лет это вообще огромные деньги. Я обязательно рекомендую ввести бюджет доходов и расходов, поскольку все богатые люди, абсолютно все его ведут. Успехов вам! С вами был Иван Захаров.